Всем привет. А что, снимает уже? Да. Нормально. Всем привет. Это Саша Гендальф. Это Гоша Грибс. И проект Первая Варка. Пивоварни Биар Брюн. Сегодня, Саша, расскажи. Нет, давай ты расскажи, у тебя лучше получается. Сегодня у нас два Эля. Эля? Два Эля. Два Эля. На обзоре. А у нас какой будет? ЧБ или Баттл? У нас будет Баттл обзор. Да. Баттл обзор. Мы не объективно, наверное, будем сравнивать наш... Блэк Эль. Блэк. Ну да, назовем его так. Блэк Эль Леди Винтер. И? И двойной Блэк Эль от Фаундер с американской короткой пивоварни. Потому что мы так и не определились окончательно со стилем напитка, который у нас получился. Что? Мы определились. Вообще не в этом смысл. Мы просто сейчас... Что сейчас? Что? В данный момент у нас стоит заторник. Мы хотим переварить еще раз Леди Винтер, потому что он получился очень хорошим. И для того, чтобы на ходу, так сказать, немного скорректировать рецептуру, мы хотим продегустировать... Это то, к чему мы стремимся теперь. Ну не то, что мы... Да. Ну не скажешь, прям к этому стремимся. Мы потому что его ни разу не пили еще. Как мы к нему можем? В общем, мы будем варить Блэк Эль Па. Мы решили, что вот Леди Винтер мы будем двигать в сторону Блэк Эль Па. Не в сторону стаутов, не в сторону портеров. А будет у нас Блэк Эль Па. Да. Ну каким он, собственно говоря, и является. Ну давай так. Хотя... Открывайте. Пробуем. Что ж ты творишь, да, человек? Чего? Себе дрожжей отлил это... Сколько у нас по времени стоит этот напиток? Ну, вы говорите, полгода. Мне кажется, он осветлился, потому что стал ярче. Это... Нет, надо смотреть вот сюда вот. Потому что вот здесь вот тонкая ножка и... Ну мы сейчас... У нас тут-то тоже тонкая, поэтому все попробуем сейчас. Сразу наливаем второе или попробуем? Да сразу наливаем, что смотри. Ну здесь чувствуется, конечно... Запах хороший. Домашний пивоварный профиль, запах. А ты туда куда-нибудь уйдешь? Не знаю, что ты там чувствуешь. Я... А мне после этого вообще... Ну, прям, не так пахнет. Ну, кровью не пахнет. Ну, оно-то похоже пахнет, но что-то не так. Кстати, запах такой прикольный. И кофе прям лупит. Хотя мы его не добавляли сюда. Цвет пены и цвет напитка практически идентичен. Вот что можно сказать. Я себе побольше сразу стакан так схватил. Типа эксперт такой, да? Вот твоя хара. Ну ладно. Ну вот и сравниваю ножки у них. Видно? Одинаковый цвет. Вообще один в один. Еще раз повтори, как называется второй напиток. Этот-то Lady Winter, этот я знаю. Это Founders Dark Penance Imperial Black India PLL. То есть это вообще двойной. Ну, двойной L, просто он черный, поэтому он black. Чтобы было понятно, сейчас 9 утра. Да ладно, уже 10. Ну, это не сильно нас извиняет. Ну, давай попробуем. Ничего. Сухариков принести. Я никак не решусь. Ну, надо по запаху. Кот пьешь ты уже. Ты дегустатор. Ты запах нюхай. Ну, у нас, конечно, охмелинок гораздо сильнее. Потому что у Founders у него больше именно сжонкой пахнет. А помимо сжонки, как будто каким-то фруктиком подвятшим. Ну, это, наверное, все-таки дрожжи. Дрожжи, думаешь? Да, думаю, да. Какой-то типа... Ну, потому что все-таки Imperial, там все-таки спирт такой... Знаешь, сухофрукт, не сухофрукт... Как этот, черно-слив. Ну, послали. В лоб их сравнить нельзя. То есть по цвету, да, сравнили. Свет пена одинаковая, да. А по вкусу нет, потому что все-таки Imperial. И у него, конечно, вот тут он такой более маслянистый. И вот такие вот следы заставляет. Наш, конечно, пузырь крупнее. И вот что называется? Вот вроде промазали с сортом. Вообще, фиг знает, что сварили. Ты посмотри, какая пена вообще шикарная. Итак, пробуем Founders, да? В горе жонке сильно лезет. Но не пол... Ну, и спиртуозность. 8,9 на нем алкоголя. Причем экстративность начального сусла 11,8. Не знаю, как это. Ну, может быть, в бочке где-то еще доброжил. Ну, это не мой напиток. Вот я не люблю. Честно, он вкусный, он хороший. Просто это не мое, как бы. Много градусов сильно горчит именно Женью. А хмель как раз-таки он забивается вот этим всем. И я... Ну, мне кажется, он по запаху очень похож на именно вот... Ну, не на этот наш сорт, а вот на обычные наши сорта. Потому что пахнет так же, как обычно, домашним пьем. Наверное, соглашусь. Давай попробуем нашу. Давай. Ну, хотя пенка, вот она достаточно, смотри, какая. Вот... Отлично. Пена вообще шикарная. Пена ушла и осталась такая мелкая. А у меня, смотри, какая прям она... Такое ощущение, что монтажной пены просто налили, и она так стоит. Ну, хорошо же. Горечь другая. Кстати, настоялась. Вылез солод сейчас. Вот раньше его меньше было. Женочки больше стало. Кислинка из женки вылезла. Если здесь из женки лезет горечь, а здесь жженая кислинка. Ничего вообще не чувствую на кислинку. Ну, это у всех восприятие разное. Я вот именно это ощущаю. Да, прикольно. И во вкусе нет крови. Но он более хмельной. У нас хмельно-сухую, конечно, гораздо больше. И запах за счет этого. Да. Можем ли мы сравнивать? Но запаха у нас что больше нравится? Справедливо ли это? Я думаю, что да. Они разные, но в общем, они по плотности. По плотности, в принципе, похоже. У нас тоже не очень плотное получилось. У нас хотя бы начальное 16. 16, да? Там 11. Я думаю, что 11 здесь что-то другое имелось в виду. Оно водянистое тоже достаточно. Не скажешь, что оно прям такой вязко или еще какой-то. Экстрактивность начального сусла 11,8. Может, ошиблись тут, я не знаю. Давай посмотрим на нормальные кислинки. Но у него вкус ярче. Давай какой-то вердикт и вывод. Потому что мы раз уж пробовали два этих пива, давай что можем сказать? Сравнивайте их бесполезно, они все равно разные. Спирта здесь больше. Вот и степень их можно ставить, хотя бы по цвету. По цвету, ну, мы попали. Тут уж говорить нечего. Однозначно, по-моему, я вот не вижу лично в оттенках никаких отличий. Хорошо, в одинаковый бокал он налить был. Ну, ладно, несущественно. Пена одинаковый цвет, цвет самого напитка одинаковый. Вкус совершенно разный, потому что это менее спиртуозный, это достаточно такой крепкий напиток. А это все-таки больше легкий такой, может сказать, в чем-то. Женский, нет? А я бы сказал, что мне кажется, девушкам понравится. Ну, девушкам он, кстати, нравится. Потому что, ну, что, он приятный, хороший, легко пьется. И в то же время наворачивает. Нет, он легко пьется, но при этом он вкусный, он необычный. И мне нравится, все, мне нравится, все, давай. В общем, этот напиток Lady Winter нам нравится. А этот нам не нравится, но он тоже хороший. Просто не наше. Нет, нам все, все, мне хорошо все нравится, на хорошие напитки. Вот пахнет, вот как будто в наш затомик немножко спиртику ливанули. Ну, что ты меня оперил. Да, я совсем согласен. Именно так он и пахнет. Кстати, портером пахнет еще. Вот такие портер, когда нажористые. Вот, ну, вот, видимо, жонка или еще что-то дает. Ну, а у нас есть секретные ингредиенты. Есть, в которых мы не скажем. Поэтому у нас профиль, конечно, другой. Ну, что, за все, короче. Вердикт, вердикт, пейте вкусные в меру. Это были Саша Гендальф. Это был Гоша Грибс. Проект Первая Варка. Пива Орни Биар Брю. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. У нас еще Инстаграм есть. В него тоже вступайте. В общем, вся социальная фигня, как говорит Саша. Всем удачи. Всем пока. Пейте вкусные в меру. Пейте вкусные в меру.